Конкурс «Предприниматель года» в Сарове проводится в 12-й раз. В День предпринимателя традиционно подвели его итоги. На торжественном мероприятии в Доме ученых собрались специалисты в сфере рекламных услуг и общественного питания, собственники салонов красоты, представители эвент-индустрии и другие бизнесмены. Поздравить предпринимателей с праздником пришли первые лица города. Поздравляю вас с вашим праздником. Знаете, всегда восхищался предпринимателями, уникальные люди, обладающие невероятным набором качеств таких личностей. Это смелость, это упорство, это невероятная работоспособность, это желание преобразовать как-то мир вокруг себя. То есть это далеко не каждому дано. В этом году в конкурсе приняли участие более 120 предпринимателей. Зрители и экспертный совет выбирали лучших в восьми номинациях. Предпринимательство – это то сообщество, которое вносит неоценимый вклад в развитие экономики, в развитие социальной жизни нашего города и вообще в принципе России. Наш президент уже давно и много говорит, и все правительство, о том, что предпринимательство – это, что называется, вектор развития нашей страны. Это и налоговое отчисление, и создание рабочих мест. И предпринимательство, в том числе у нас в Сарове, создает те условия, которые не может создать в какой-то степени муниципалитет. Дополнительные услуги, дополнительное образование, дополнительные рабочие места, опять же, предпринимательство – это крайне важно для страны и для всех. В честь Дня предпринимательства благодарственными письмами администрации города отметили и те компании, которые в этом году отмечают юбилей. Каналу 16 в 2023 исполняется 30 лет. 2 ноября 1993 года канал был официально создан. Первая передача в эфир вышла спустя чуть больше трех месяцев – в феврале 1994. Это повод дважды отметить день рождения первого Саровского канала. Хочется вспомнить тех людей, которые стояли у истоков этой организации. Это Владимир Ильича Нижегородову, один из шести учредителей, многие его, наверное, будут знать. Салинкина Владимир Ильича, первого директора церкви компании. На самом деле, очень много людей прошло через наш канал. Много журналистов, операторов, технических специалистов. Многие из них до сих пор работают в международных сферах, и многие здесь присутствуют. Ну и возвращаясь к сегодняшнюю дню, хочу сказать, что телевидение в этом плане не стоит на месте. Мир меняется, да, мы все прекрасно понимаем. И как раньше был эфирный телеканал, сегодня мы приспосабливаемся, строим с тканем телеканала. Для гостей вечера организаторы подготовили яркую творческую программу. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.